Всем привет! Меня зовут Александр Плотников, в эфире программа «Большая стройка». Многим не раз приходилось слышать, что настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи. Построить дом, посадить дерево и вырастить сына. С деревом все более-менее понятно. Передача про детей снимается в соседнем павильоне. А вот что касается строительства жилья, это вы как раз по адресу. Сегодня я расскажу вам, как быстро и сравнительно недорого построить необыкновенный дом мечты. Даже если вы никогда не держали в руках молоток и гвоздь. Поехали! А вы знали, что на Камчатке живут хоббиты? По крайней мере, именно так в шутку называют жители купольных домов. Наверняка вы встречали такие на Камчатке. Полусферы без единого угла. В нашем регионе строительство купольного жилья только начинает набирать популярность. Купольное домостроение считается относительно новым направлением в жилой архитектуре, несмотря на многовековую историю купольных жилых конструкций. Купольные дома строили многие народности. Юрты, чумы, вигвамы, яранги. Родоначальником купольного домостроения в современном виде является американский архитектор, дизайнер, инженер и изобретатель Ричард Бакминстер Фуллер. Так называемый геодезический купол Фуллера считается наиболее копируемым по всему миру. На нашей планете насчитывается более 80 тысяч купольных домов. Добралась эта технология и до Камчатки. На полуострове построено уже 4 таких дома. В одном из них посчастливилось побывать в нашей съемочной группе. Этот дом находится в Ельзовском поселке Новый. Стоит неподалеку от центральной трассы и как магнитом притягивает любопытные взгляды проезжающих мимо людей. Сегодня мы находимся в гостях у нашей землячки Валентины, которая живет в таком необычном доме. И, Валентина, я бы хотел попросить вас показать этот чудный дом, как вы тут обустроились, как вам тут живется. Пожалуйста. Валентина Гришенкова вместе с супругом всю жизнь прожила в Соболевском районе. Работала на рыбзаводе. 4 года назад из отдаленного поселка родителей забрал сын. Построил им дом в поселке Новый. Необычный дом пенсионерам пришелся по душе. Очень теплый, просторный и удобный. Места хватает всем. И хозяевам, и приезжающим на выходные детям и внукам. Есть где разгуляться. Дом имеет размеры 10 метров в диаметре. Площадь первого этажа 78 квадратных метров. Второй этаж со вторым цветом сделан. Общая площадь 134 квадратных метра. В доме 3 спальни, ванная, кухня, гостиная. Большая жилплощадь и просторные помещения – это безусловный плюс. Есть еще один немаловажный фактор, который стоит того, чтобы сделать выбор в пользу постройки купольного дома. Купольный дом имеет меньшую площадь теплоотдачи и улучшенную естественную конвекционную вентиляцию. Поэтому его проще и дешевле отопить или остудить. Сейчас, когда на улице еще довольно холодно, в доме Валентины Гришенковой невероятно тепло. Дом так хорошо прогревается, что на втором этаже хозяйка оборудовала целую оранжерею. Дом настолько солнечный и теплый, что у меня здесь оранжерея целая. Каких только нет растений. И вот огурчики. Потом вот так спустим их туда. И они туда будут свисать. И срывать прям на кухне. И кушать. Вот уже цветут. Вот они один. Вот второй. И платят они, наверное, за отопление космические суммы, скажете вы. А вот и нет. Это следующий плюс купольного дома – экономия. Сфера – она самая энергосберегающая конструкция. Которая существует. Полусфера, в частности, дом. Он позволяет сэкономить больше энергии на отопление. Меньше затраты на отопление. Вот данный дом, он буквально там отапливается чисто электрическим котлом. 6 киловатт они включают мощность, когда зимние месяцы самые холодные. И 3 киловатта уже в месть сезонья. А в остальные месяцы пользуются камином. Но и это еще не все. Оказывается, стать обладателем купольного дома вполне реально. На его постройку уходит примерно 3-4 месяца. Стоимость квадратного метра всего 30-35 тысяч рублей. Дом можно заказать как под ключ, так и построить самостоятельно. Это довольно-таки доступно. Даже человек может построить собственными силами. Вот, в принципе, мы никому не отказываем. Всем рассказываем о технологии, доносим, обучаем. Если человек хочет, мы ему можем построить, можем сделать ему домокомплект, который может возвести сам и отделать по собственному желанию. Ну что ж, подведем итог. Почему стоит построить купольный дом? Первое. Необычный внешний вид. Второе. Свободная планировка внутренних помещений, неограниченная колоннами и распорками. Третье. Возможность установки в сейсмически неблагоприятных районах. Четвертое. Экономное отопление. Пятое. Высокая устойчивость к ветровым нагрузкам благодаря аэродинамической форме. И шестое. Строительство купольного дома дешевле, чем постройки прямоугольного здания с такими же полезным объемом. Интересно? Тогда с удовольствием делюсь с вами контактами застройщика. На все вопросы по поводу купольного строительства вам ответят по телефону ниже. Записывайте адрес. Пограничная 89-2. Если вы решили заняться строительством дома, то наверняка знаете, что в наши дни невозможно представить себе постройку без использования бетона. Или изделий из него. Даже деревянные дома стоят на бетонном фундаменте. А слышали вы когда-нибудь о горячем бетоне? Оказывается, есть и такой. В нашем городе работает завод, который занимается производством этого материала. Давайте узнаем поподробнее. Зимой и в межсезонье бетонирование зачастую осложняется. Обледенение арматуры, снегопады, отрицательные температуры воздуха. Эти факторы могут серьезно притормозить стройку. А что же делать на Камчатке, когда большую часть года на полуострове холодно и снежно? Сидеть сложа руки? А вот и нет. И есть решение. С зимними проблемами легко справится горячий бетон. О том, как это работает, нам рассказали в компании «Стройсистема». У нас два завода бетонных. Производительность первого завода 60 кубометров в час. Второго завода 90 кубометров в час. У нас на обоих заводах находятся парогенераторы, которые прогревают бетон до нужной температуры. Бетон у нас всегда горячий, что зимой на Камчатке немаловажно. Мы используем все химикаты, какие нужно, чтобы добиться морозостойкости на минус 5, минус 10, минус 15, минус 20 и минус 25. Мы даем спокойно. Летом мы тоже используем добавки химические, которые замедляют процесс. То есть мы бетон можем доставлять на большие расстояния. И до Октябрьского, до Соболева, везде. «Стройсистема» – это специализированное предприятие по производству бетона в Петропавловске. Компания произведет бетон и раствор любой марки, доставит его заказчику, а при необходимости подаст бетон на необходимое расстояние и высоту своими автобетононасосами. Примечательно, что в «Стройсистеме» можно заказать бетон любого нужного вам объема. Работаем. И работали мы. От 0,1, потому что у нас стоят компьютеры, и мы можем даже 0,1 куба спокойно отпустить вам. И до самых больших объемов в день мы можем залить и тысячу кубов, сколько нужно нашему покупателю. Немаловажную роль в производстве бетона играют материалы. «Стройсистеме» отвечает за их качество. «Уверены в наших материалах на 100%. Во-первых, у нас свой щебень, который из базальтовых пород. В чем это плюс? Морозостойкость достигается уже от марки B22,5 F300. Строители поймут. И весь бетон мы изготавливаем только по ГОСТу. Качество у нас всегда идеальное». В арсенале завода имеется большой автопарк техники, который помогает выполнять любое пожелание заказчика. «Насос, который 42 метра стрела у него, и плюс у него трасса до 50 метров. У нас есть насос плюс миксер. Это один-два в одном. То есть он сам вам привезет бетон, сам скачает, берет он до 9 кубов себя. Также к нему могут подходить миксера и работать на приемку. У нас большой автопарк миксеров. 12-кубовые, 7-кубовые, 6-кубовые. Ваша стройка, ваш процесс будет под полным контролем. Вам просто нужно заказать бетон. К вам подойдут все миксера, все насосы. И все организуется буквально в короткое время». Теперь мы знаем, что недолгая камчатская зима, некрепкие морозы стройке не страшны. Горячий бетон спасет ситуацию и не даст заморозить ваш проект. Если у вас остались вопросы, то на них с удовольствием ответят специалисты компании «Стройсистема». Телефон ниже. А это была программа «Большая стройка» и я ее ведущий Александр Плотников. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!